Ребятки специально для вас я решил в серию включить это обращение уже после того как я записал прошло уже там пол недели практически и я понял что мы собственно закончили первый сезон эта серия будет финальной в первом сезоне я решил что эта карьера уйдет на каникулы на паузу в общем довольно продолжительную потому что потому что выходит нхл на этой неделе 19 выходит фифа очень скоро уже 19 и будет марафон хантера будет карьера игрока в нхл будет карьера тренера фифа вот но но естественно не эта карьера не будет окончена на вот на данной серии само собой мы продолжим и второй сезон будет и мы попытаемся все-таки енисей несмотря на все мои нервы и страдания в этой игре а вывести в еврокубки и добиться какого-то результата постепенно улучшая состав но скорее всего это будет там через месяц не знаю когда в общем продолжение потому что но будет карьера фифа вот там тоже на первый сезон сыграем и потом второй сезон будет енисей вот так будем чередовать сезончик там сезончик здесь сезончик там сезончик здесь потому что я знаю что на канале у меня есть люди которые ждут фифа есть люди которые очень любят пес есть люди которые смотрят любят вообще карьеры поэтому я надеюсь что большей части аудитории зайдет такое положение дел то есть будем чередовать фифа-пес фифа-пес можно так сказать ну еще с краплениями нхл и так далее и так далее и так далее как то так ребят точную дату продолжения карьеры я назвать вам не могу надеюсь вы меня услышите потому что я знаю что писать где угодно это бесперспективно и не так эффективно как включить этот посыл вам в серию ребят я не знаю когда точно продолжится карьера после окончания первого сезона карьеры тренера фифа 19 вот так и вам скажу когда и что мы там его закончим еще до этого будет hunter еще будет карьера игрока в нхл но она будет как бы вкрапляться во все это дело то есть не будет только и выходить она надеюсь вы меня услышали ребят надеюсь вы меня поняли и надеюсь меня простите особенно те кто прям жаждут енисей 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 вот такие вот дела всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр мы продолжаем проходить карьеру в пес 19 за енисей естественно мастер лигу если кому как больше нравится тоже она же да рубин оренбург и все остальные в этой серии мы закончим сезон и конечно же посмотрим подведем итоги вообще первого нашего первые наши попытки выйти в европу и за енисей взять чемпионство да на звезде футбола играть тут очень сложно как вы видите и пока очень очень много проблем у меня с этим давайте что ли посмотрим что у нас тут тут у нас новые игроки появились хотя нет они не могут найти никого я думаю что мы опять поэкспериментируем в конце сезона и опять я новую тактику придумал собственно вот наша новая схема 4222 и дополнительные стили у нас псевдо вингер и низкая линия обороны псевдо вингер это крайне полузащитники будут ближе находиться к центру а фланговые защитники получается подключаться вперед и у нас кичин выходит до слева а гуды справа вот такие у нас тут перестановочки капрадосе правда очень плохо поэтому вместо него все-таки дугалищ наверное сыграет филиппов на воротах гонсалес витиню впереди комков но был по флангам но они будут смещаться в центр как вы понимаете азотов и ндонг будут на подстраховочке сзади и наверное все таки раз у нас там фланги будут смещаться в центр давайте попробуем сделать знаете что все таки наверное акцент на оборону он донга вот и пожалуй все таки тогда расстояние между игроками поменьше вот примерно вот так скорее всего примерно вот так игра будет также на контратаках у нас но посмотрим как это против рубина сработает они сами еще любят тоже контратаковать по сути то вот и пожалуй знаете что я сделаю первых я штрафные поставлю вообще дальние штрафные гонсалес 77 ближний штрафной комков до 75 2 исполнитель витиню пусть будет левые угловые гонсалес на пусть комков подает угловые на самом деле у нас пенальти витиню естественно бьет игроки в нападение не надо все вроде как с этим все теперь мне нужно запасными определиться заняв но мне нужен левый защитник запас так что заняв не естественно нужен деки т центр выйдет али кайден слева может выйти костюков справа до харинтон цапа ведь и не замените немножко перестроимся мы тогда обрадович нападение нормально в принципе нормально до меня это устраивает посмотрим как это против рубина сработает повладеем мечом надеюсь вообще здесь нужно как бы еще смотреть на тактическое соответствие каждого игрока я вот на это вообще не обращал внимание и на роль в команде разумеется чтобы дух как раз таки команды рос а я смотрю рубин сразу в атаку пошел ничоси это новости да и мы сразу пропускаем но я сейчас сам виноват конечно же опять вы скажете надо было выносить могилевец забивает мы опять пропускаем быстрый гол самом начале матча но блин я не понял почему вимер оказался справа хотя но он центральный защитник блин короче дичь какая-то произошла у нас так я я видимо там что-то все-таки неправильно поставил у нас нет кичин центре играет он левым центральным играет а оказался на правом фланге что это было вообще гонсалес ну почти был близок потому чтобы перехватить мяч и успеть к этой передаче опять чуть-чуть не хватает а вот сейчас вимер прям сработал как мастер настоящий мастер дон передача на витиньо дальше комков зон нет ну что разыграем наверное комков нет витиньо агуды по правому краю агуды от кудряшова уйти будет здесь сложно именно агуды потому что он не самый технарь у нас комков блин ну где же крайние защитники то когда они так нужны гонсалес развернулся и в перекладину попадает это было красиво опять не забили красоты много толку мало 25 минут моментов мы не создаем у ворот рубина опять таки любая у нас схема пока не особо то помогает витиньо на гонсалес опасно вот видите как тяжело выбегаем практически некому отдать вообще агуды а почему у нас тут столько людей бежало вперед а почему отдал там не тому ну ладно четыре человека прям рядом бежала такая группа атаки очень странно вообще так нельзя играть футбол чтобы все в одну зону бежали ну ладно нарушение правил тем не менее дугали сейчас были представляете кто бежал нас вперед именно ему пас направлялся так комков значит у нас блин ну вот немножко не везет да в последнее время со штрафными в перекладину начали бить все время китчен уходит подать успеть там сесар навас какой там витиньо успеет выиграть борьбу да там сесар навас огромный опа ну витиньо без шансов вот это я понимаю вот хорошая атака почаще бы такие мы организовывали хотя в витиньо у нас забивает такие моменты да вообще без шансов для вратаря стеночка прошла да моя любимая моя любимая стенка с левой ноги вколотил девятку один-один быстро сравняли так гонсалес ацессора наваса надо убегать да попробую беги только не цепко играет вот я бегу защитником я так не могу сыграть пока полностью не выиграю позицию а здесь прям сзади был наваса ему плевать он отобрал мяч так ну в целом мне нравится как мы действуем витиньо несмотря на так себе форму забил пока никого менять не буду китчен хорошее подключение китчен навесик на витиньо на опережение я думал он успеет как-то сыграть на опережение но нет комков стеночку светиньо снова комков разобрался с кудряшовым не разобрался с кудряшовым тот просто корпус поставил и все гонсалес получилось же гонсалес ой какой удар ну правая нога у него для ходьбы жалко что мяч был под правой я тут опять хотел наверняка чтобы вообще без шансов для вратаря забить переборщил с ударом еще один выход один на один получается ребят вот с этой тактики получается у нас организовывать такие выпады комков рубин то раскрывается кудряшов здесь против комкова витиньо открывайся витиньо ай но был дальше на фланг ладно китчен китчен прострел ничего лучше не придумали здесь как прострелить 73 минута ну давай попробуем освежить игру в атаке наверное харингтон вместо витиньо и он идет сюда конечно же поглубже и играет атакующего полузащитника также вместо гонсалеса нас выйдет обрадович вот и пожалуй деки т вместо зотова хотя фланги бы обновить ладно аликайн вместо нообла верю в него верю что добавит так это было грубо комков уходит от защитников надо витиньо выкатывать витиньо прям голкипера угловой угловой шансик был комков здорово разобрался комков вообще тащит не зря капитанскую повязку взял прям в акмурдин пробил витиньо желтая карточка там заснос в центре поля да консалеса срубили китчен успел на подборе красавец какой надо правда ему возвращаться на свою позицию харингтон эх тонкий пас хотел тут выдать не получилось теперь уже а нет не угловой я думал угловой наших ворот не тут то было все нормально все в порядке выносим на харингтона харингтон абрадович обратно на харингтона и фланг подключается здесь агуды очень тяжело бежит агуды по спяткой харингтону харингтон ложный замах передачи абрадовичу от мурзин занимает верную позицию закрывает ближний угол в такой ситуации правильно делает и вытаскивает спасает рубин очередной раз ну посмотрите как у нас атака заиграла по моему лучше чем было по моему действительно лучше комков блин ну вот эти вот угловые бестолковые мои китчен он легша напомню китчен смещается под левую эх ударить ему не позволили бухаров выиграл подбор сейчас нужно внимательно внимательно в конце матча отоброняться очень внимательно гранат передача на фланг полос против зотова здесь полос снова полос что пасик будет отдавать да коновалову забросик на граната подача не случилось аут в пользу рубина ну что похоже ничья но с массой нереализованных моментов с нашей стороны и с привезенным мячом Харингтон заброс на Аликайнен но сейчас будет свисток да не дадут мне выйти в контратаку ребят мне понравилась эта схема и эта тактика я думаю что мы ее оставим до конца сезона будем с ней играть но тогда нам на следующий сезон вот как раз задача купить найти хороших крайних защитников на восьмом месте остаемся 34 очка у 12 29 очков нормально еще кстати от продажи на билетов тут меньше но на самом деле наверное потому что мы меньше играли дома теперь у нас Оренбург на очереди смотрите китчен в какой форме замечательный прям шикарный так акцент на оборону Ундонга с Оренбургом стоит может не надо хотя ладно пусть будет низкая линия защиты да это правильно севдовингер ну поехали что ли будем их вскрывать сейчас пробовать я ведь в любой момент могу еще тактику ратировать там допустим сказать свои команды атаковать по флангам или не смещаться в центр к ранним полузащитникам всякое может быть ну и видите что у нас дюкара в этом матче в основе Гонсалес у нас на усиление пойдет Комков Витиньо пяточка дюкара Витиньо Комков и дальше подключение крайнего защитника Агуды прострел пробить не позволили ну вот смотрите какие атаки у нас получается да такого не было особо то да я вот не вспомню китчен ничего себе и забегает китчен еще один прострел ну вот уже давление на ворота Оренбурга сразу с первых минут Агуды центр пас там Зотов ну кому придумает ох тут все перекрыто но на самом деле я не туда хотел отдать честно вам скажу честно признаюсь это не та задумка заброс на Витиньо но здесь защитники внимательны но зато угловой заработали стандарт это какое-никакое все равно шансы Комков давай с Агуды что ли разыграем а нет уже закрыли может быть с Зотовым ну неплохо ладно Комков Агуды Агуды дальше Дюкара вытягивается вратарь забирает мяч этот не забирает но отбивает забирает у нас забитый мяч вот что я бы сказал так снова Зотов назад на Агуды подача на Дюкара вполне мог выигрывать борьбу там если бы не зазевался Оли Кайнен Дюкара на фланг там Кичин Кичин обыгрывает малых прострел Оли Кайнен в упор на тут Чванов Оли Кайнен вновь передача на Витиньо его тут немножечко опередили я думал что он успеет к мячу Мдонг еще одна передача на Витиньо здорово Комков где крайний защитник Агуды опоздал немножко сейчас Агуды Зотов Агуды Витиньо убирает защитника забивай далеко как отпускает мяч Витиньо ай как далеко а если бы я без скорости там проходил меня бы оттиснили легко хотя нет тут далековато были все можно было и не ускоряться тогда я бы наверное забил по ноге ведь зарядили Комкова ну ладно мы через правый фланг поатакуем тут Агуды Витиньо Агуды навесик дюкара да ё-моё не хватает ему скорости что ли или не знаю атакующей позиции чтоб он ее четко прочувствовал и открылся туда куда нужно потому что передачи то ему хорошие идут беспрепятственно даже там подают уже все но вот никак никак не получается у него отклеится у него отклеится или все-таки точности передач не хватает одно из двух так еще одна пяточка дюкара 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 ну спокойно здесь на технику тут надо было бить на силу наверное как раз зотов мы владеем преимуществом с Оренбургом вообще не выпускаем их но никак не можем забить эх второй тайм комков еще одна наша атака комков у него тут зона свободная дюкара эх никого там дальше то нет сейчас бы подключение такое классное было это офсайд дюкара нету смотри-ка нету офсайда ничего себе неожиданно нельзя выключаться короче из игры вообще здесь там видать кто-то из защитников застрял Оренбурга 61 минута и я джокера приберег в рукаве для этого матча конечно же Гонсалеса давай выходи так же выйдет налево Нобул вот пока все пока все но можно конечно костюкова еще выпустить направо да вот такие три изменения у нас оликайны напоследок дюкара дюкара уходит а то пикнов и бьет прям в руки вратарю ндонг зона перед ним огромная такая зона беги не хочу ндонг и тонкую передачу надо отдать на комкова комков рикошет там блин ну не хватило тонкости передача не прошла она так бы он выходил один на один донг на подборе хорош ускоряется уходит от защитника и в дальний колоти рикошет не в нашу пользу дюкара дюкара витиньо забегает витиньо витиньо о parap хороший дюкара в конце все-таки отдал передачу голевую ничего себя успел до замены остановок вообще не было в маче ох два человека всего здесь атакàло у нас не успел никто и помочь но дюкара какую загидых事 сделал самое главное Витиньо. Отклеился наконец-то от защитников. Ребят, как нам этого не хватало? Как нам этого не хватало? И замены как раз. Ну что, 1-0 с Оренбургом. Неплохо. И свежий Костюков здесь же. Можно идти вперед. Зона перед ним есть. Хорошая такая зона, свободная. Ложный замах. Красота. Витиньо. Пас только плохой от Костюкова. Очень плохой. Витиньо снова. Опа. Убрал защитника. Под правой подработал, но не забил. Было неплохо. А Витиньо левша вроде, да? Я вот что-то не помню. Он правша или левша? Надо посмотреть. Он вообще как бы с обоих ног может забивать спокойно, но надо уточнить все-таки. Костюков! Браво, Костюков! Витиньо на паузе. Жалко, что финальный свисток. Сейчас смогли забить еще. Вот! Наконец-то мы смогли додавить соперника. То есть имели преимущество весь матч. В концовочке все-таки забили. 8 ударов, 5 в створ. У Оренбурга ни единого удара. Вот это я понимаю. Вот то, что я хочу видеть в исполнении нашей команды. Вот это другое дело совершенно. Три очка набираем. На восьмом месте. Три очка до Динамо, 6 до Арсенала. Ну и 9 до ЦСКА. Мы уже их не достанем. Два матча осталось у нас. О, в Урал зовут. Нет, не пойду. Меня в Зенит звали вообще. До этого. А теперь только в Урал. Ну у нас тут проблемки начались. Итак, Тульский Арсенал у нас теперь на очереди. Ой, Кичин. Вот это проблема. Это на самом деле проблема. Ну, Вимер тогда сюда идет. А в Центр идет играть Капрадоси. Такие у нас перестановки. Вообще у нас Занев есть слева как бы. На левый фланг. Давайте, наверное, так и сделаем. Занево туда поставим. Почему нет, собственно. Давно не играл. Ветеран РПЛ. Так, Комков, Ноубл, Ндонг. Давай я, наверное, выпущу опять Оли Кайдена в основе. А Ноубл выйдет у нас по ходу встречи. И Дюкара тоже мне понравился. Давай вместо Гонсалеса. Гонсалес тоже на усиление игры. Так, ну во всем остальном вроде как нормально. Линкольн у нас получается вообще бесполезен теперь. Харрингтон выходит вместо Виттини. Вообще да, Линкольн. Может быть его и продам потом. Он мне так особо и не понравился, если честно. Вот, ну. В целом, в целом я скажу, что вроде как нащупываем свою игру. Это только один матч был, конечно. Да нет, два с Рубином еще. И в обоих встречах, знаете, ну неплохо получалось играть. Особенно мне нравилось, как мы действовали в обороне. Очень надежно. Очень и очень надежно. Так, низкая линия, акцент на оборону. Так, акцент на оборону Ндонга. Да, все правильно. Все в Довингер. Все. Погнали. Они нам тоже там взбучку устраивали. Помните этот камбэк? В нашем исполнении. Так что тут надо сразу начинать нормальный матч. Подключение Агуды. Ай-яй-яй-яй. Ну вот Агуды, я говорю, не лучший вариант на правом защитнике, само собой. Вот сюда мне нужно будет по-любому усиление найти. А вот и момент у Арсенала. Филиппов намертво фиксирует мяч. Молодец. Без проблем. Витиньо. Опять ускользает от защитников. Витиньо. Выход один на один. Витиньо. Спокойно покатил. Ну вот. Вот то, что мы хотели видеть от Витиньо давным-давно. Он начал отрываться от защитников. Убегать один на один. У него скорость позволяет. А Дюкара ему выкатил сейчас прекрасный пас. Ну, точнее, не выкатил, а забросил. Шикарно же. И все, дальше разобрался. О, что-то я нащупываю, ребят. Что-то я нащупываю. Возможно, схему и тактику на следующий сезон. Я очень хочу в это верить. Заняв. Можно Дюкаре вырезать, вырезать. Дюкара. Корпус. Вот корпус, да. Даже такой мощный нападающий, как Дюкара, у нас не может поставить защитнику, чтобы оставить мяч у себя во владении. Комков. Заброс на Дюкара. Там офсайд был, по-моему. Не было офсайда, ребят. Ай, Дюкара. Ну, не Витиньо, что сказать. Не Витиньо. Золотов. Красивый отбор. Надо забрасывать. Витиньо. А, боже мой. Боже мой. Он пробежал мяч. Потом я уже хотел, из-за того, что видел, что он нормально не примет, отдать, собственно, на ход дальше Дюкара. Потому что тут был в очень хорошей позиции. Но и ни того, ни другого, короче, у Витиньо не получилось. Комков по центру. Его никто не встречает. Комков. Уходит. И удар отсюда. Ну, я пробую разные варианты, ребят. Чтобы нащупать уже, наконец-то, как забивать в подобных ситуациях. Как же забивать. Первый тайм завершен. 1-0. Классный гол Витиньо. После закидушки еще была парочка моментов. Вообще убойнейших. Продолжаем. Ой-ой-ой. Что-то мы стали обрезаться опять. И вот он момент. Виммер. Это что было? Ладно. Угловой. Тульский арсенал мог сейчас забить. Да, потому что мы обрезаемся в центре поля. Может быть, не стоит уже торопиться так. Выходить в атаку. Они стали нас накрывать в центре именно. Наверное, реально не стоит торопиться. Так, ну что, они будут разыгрывать? Походу, да. Да, они разыграют. Ну, розыгрыш в моем стиле, я бы сказал. А, слушай, а почему меч-то мой там что-ли задело? Еще после рикошета от моего защитника, кого-то из арсенала? Странно. Подбор-то за тульским арсеналом. Кангва, спасибо. Это не гол. Увы, у нас, кстати, неплохой получился. Только Агуда не успеет к мечу. А так бы прям на контратаку. Ой-ой-ой. Что-то арсенал заиграл, по-моему. Что-то прям заиграли они. Оли Кайнен. Так, Комков. Два нападающих отрываются. Там, блин, я не рискнул бы, что офсайд был бы. Комков. Витиньо. Все-таки офсайд, серьезно? Да как так-то, Витиньо? Блин. Я рассчитывал, что у тебя не будет его. Не использовали такую контратаку. Ну, окей. Значит, Костюков. Гонсалес. Вместо Дюкара. Ноубл. Вместо Оли Кайнена. У меняем фланги и центрального нападающего. Заставляем выбивать защитников в аут. Вот это хорошо. Вот это я люблю. Такое давление. Витиньо. Костюков. Перед Витиньей уже возник игрок Туляков. Ух ты. Очень было близко голу. Очень было близко голу. А теперь мы можем убежать в контратаку. Гонсалес. Против Беляева. Обыграет. Конечно, обыграет. Уходит дальше. Ах. Уже до верного пытался прям найти позицию ему, чтобы никаких возможностей не было ему помешать. Еще и прострел. Мы продолжаем играть в атаку, в принципе. Я не хочу садиться назад. Защиту. Костюков. Пятка. Гонсалес. Ах. Ах. Дважды не получилось отдать передачу. Зотов блокирует. Опа. На опережение Джорджевич. Очень быстрый футбол у нас. Высокий темп. Кому он на руку? Наверное, в конце матча все-таки на руку Арсеналу. У нас свежие игроки. Мы ими не можем воспользоваться. Заня, подстраховывая здесь. Ну вдвоем, ладно. Вдвоем справились. Гонсалес. На Виттиню передача. Не дошла. И здесь какой-то провал в центре. У нас обороны. Виммер. Хорош. Филиппов. Хорош. Да. То есть, Керсенал нас придавил. Придавили, придавили. Тут вообще в центре. Такая пустота. Ух. Подустали защитники уже. Концентрацию немножечко теряют. Так. Прострел. И выходим в контратаку. Виттиньо. Давай, 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 давай. Давай. Ну. Виммер. Что ты тут забыл, Виммер? Иди назад в защиту. Я не понимаю, почему у нас центральные защитники иногда бегут вперед, как ненормальные. Ну вот и из-за этого сейчас родится гол, да? Филиппов, ты просто душка в этом матче. О, боже мой. Давай, выноси. Виттиньо. Гонсалес. Отдавай. Костюков. Свежий Костюков. Давай, давай, давай. Топи. Против Беляева. Убрал Беляева. Да и опять тут непонятно, что надо было делать. У меня нападающие стоят, как истуканы. Ждут. Да ё-моё. Донг. Это что было? Это усталость, видимо. Дуга. Дугалич. Ясно. Ну, хоть Виммер справился. Жесть какая-то. В конце было просто жесть. Ладно. Выиграли и хорошо. Ну, в защите в конце мне вообще... Вот теперь мне не понравилось, как мы играли в защите. Еле-еле выстояли. Пять ударов, четыре створа в арсенал. Это о чём-то так говорит. У нас Филиппов классно сыграл. Наконец-то потащил. Тем не менее, это ещё три очка. И у нас уже 40 баллов. По 1-0 выигрываем. Молодцы. Ну, смотрите. У нас 10 побед, 10 ничьих. И сейчас, если проиграем, будет прям ровненько. 10-10-10. Разница голов 0. Ну, в конце сезона вроде, да, немножечко... Немножечко разыгрались. Когда уже все шансы на всё потеряли. Угу. Виттиньо прокачался до 82. Оли Кайнын до 69. Хорошо. Гонсалес овладел ножницами. Которые я так и не использую. Дугалич. Лидер уровень 2. Ого. На 1 улучшается форма ещё большего количества игроков перед дерби и другими ключевыми матчами. Костюков становится всё популярнее. Звезда. Ммм. Влияние на болельщиков. Только что завершилось соревнование. Так. Опа. Несколько игроков включены в команду сборная турнира. Это хорошо. Призовые за соревнования. 21 300. А покажите мне сборную турнира-то. Я что-то не понял. Соревнования. Ммм. Россия. Кубок. Индивидуальный. А, вот сборная турнира. Харингтон у нас тут. Ноубл и Агуде. Красавцы. Можно их с этим поздравить. Состав у нас следующий выходит против Динамо. Ну что ж. Донг, Диакитеда. Зотов немножечко не в форме. Ну там ещё некоторые ребята. Капрадоси вроде как. Так, ну Дугалищ. А, Капрадоси вышел наоборот. Этот наш австриец. Защитник Виммер. Немножко тоже не в форме. Капрадоси и Дугалищ сыграют в паре. Вот это меня немножко волнует, конечно. Вот. Но попробуем Динамо всё равно обыграть. Последний и заключительный тур чемпионата России первого сезона. Тридцатый. Как же мне нравится то, что в Пес вот очень многое зависит от тактики. И, то есть, допустим, если тебе нужно закрыться, то надо закрываться. Если тебе надо атаковать, то надо атаковать. И закрытый футбол тебе не поможет. Я вот про это. Вот сейчас вроде нащупали тактику. Но сколько она будет работать? Я не знаю. Динамо начинает сразу брать БК за рога. Сразу с первых минут давление. Атаки бесконечные. Наши штрафной мяч. Сейчас угловой. Подача. Агуде. Проиграл борьбу. Ну ладно. Удар от ворот. Лоли Кайнен. Дюкара. И дали им, знаете, так немножечко назад отступить. И тонкую передачу в разрез выдать. С Динамо, на самом деле, пока эта схема вообще не работает. Все они перекрывают. Но я говорю, боты здесь... Вообще искусственный интеллект начинает привыкать постепенно. Потому что ты делаешь, и становится реально сложно. Витиньо! Ать! Я думал, опять забьет. Вот это неплохо. Кичин. Кичин! Ай! Немного не догнал мяч, а дальше уже все. Потерян темп. Достать было уже нереально из-за аута. Оли Кайнен прессингует. Давай-давай до конца. Не давай дышать им вообще. Капрадосси. Ну, панчинка тебя, конечно, тут сделал. Капрадосси вообще легко. Первый тайм позадин. Да, с Динамо пока не работает. Вообще ничего. Давай-ка я немножечко тогда изменения сделаю. Думаю, что Витиньо у нас пойдет. Сыграет Сапа. О, Дюкара впереди. Ну, и, наверное, Гонсалеса прямо сейчас выпущу. Комков. Гонсалес! Гонсалес! Да что такое-то? Это тот мальчик, да, когда у нас все в штанге летит? Видимо, да. Гонсалес, еще один момент. Нет, не будет здесь момента. Витиньо уже не пустили. Сейчас, вы представляете, только вот он вышел со скамейки практически. Первое касание и сразу бы гол. Гонсалес, Витиньо. Витиньо! Обыграл защитника Шунич! Дальше Оли Кайнен! Куда? Я хотел наобратно на Витиньо. Мне кажется, оно бы получилось, если бы фаст пошел именно туда, куда я хотел. Пора, наверное, делать еще и замены. Ну, то есть, одно-то мы сделали уже, конечно же. Вообще, Линкольн вместо Витиньо, да, вот так вот выпустить Линкольна. Но нет, не буду. Ноубл, конечно же, ноубл вместо Оли Кайнена. Линкольн, кстати, справа может сыграть у нас. Давай попробуем его справа. Хотя он левша, но будет смещаться. Вот как сейчас Капрадоси проиграл мяч-то, я не понял. Сейчас ведь пропустим на ровном месте. Нет, все в порядке. Линкольн, перед ним свободная зона. Беги, не хочу. Он и разбегается. Скорость-то у него неплохая. Линкольн. Дальше Ноубл. Дальше Витиньо. Дальше снова Линкольн. Головой бьет. Угловой. Хорошо разогнал атаку Линкольн сейчас. То, что нужно. То, что нужно. Ну, так себе, конечно, комбинация у нас получилась. Ну, хоть что-то. Ну-ка. Подача. Ноубл. А, бесполезно. Ой-ой-ой. Донг, догоняйся с Нина, догоняй. Догоняй. Да, е-мое. Вот он опять, видели? Остановился, поставил корпус, ударил. Почему я так не могу? Почему у меня защитники сразу отбирают мяч? Даже со спины. Эх, проиграем, похоже, Динамо. Но вот против них не работала, да, эта схема. Вообще практически ничего не создаем. И, похоже, будет 10-10-10. Как раз таки у нас. 10-10-10. В статистике. Побед, вещих и поражений. Как будто, знаете, игра так вот специально. Делает скрипты. Типа все ровненько. Линкольн. А-а. Так просто не обойти здесь защитника. Нобл. Гонсалес. Линкольн. Нобл. Замах. Бесполезный. Бесполезный ложный замах здесь вообще. А Линкольн снова. Вот тут он должен обойти. Защитника нет. Москвичев. До конца его преследует. Не тут-то было, да? Нобл. Гонсалес. Витиньо далеко убежал. Очень далеко убежал. Дугалищ съел панченко в этот раз. 84-я минута. Ну давайте, ребят. Надо, надо прибавлять. Надо прибавлять. Витиньо, Линкольн. А. Перекрыто все. Вот вам и Динамо. Тут уже не справились мы. Наша новая схема не помогла нифига. А не было пространства, потому что, да? Перед опорной зоной. Вот то, что было в предыдущих матчах. Нам там давали разогнаться, отдать передачу. Тут вообще не было такого. Судья думает, что это нарушение. Я не согласен. Было сыграно в мяч. Ну ладно. 89-я минута. Думаю, это поражение. 0-1. Вообще, в целом, мы, получается, так и играли весь сезон. То выигрывали, то проигрывали, то череда ничьих. Витиньо. Ну-ка. Ну-ка. О, боже. Не убежать от этих читеров-защитников-ботов в Динамо. Не убежать. Ну все, свести, Судья. Еще рано, правда. Ты две добавил. Вообще, тут почему добавляют всегда так мало? Всегда мало добавляют в ПЕС. Почему? Три удара, ноль створ. Да, вот как Динамо нас вообще обезвредило. Ну ладно. Надо было менять схему. Надо было вообще кардинально все менять. Может быть, тогда что-то получилось. Но обычно в таких матчах мало что получается. Да, у нас ровненько. 10-10-10. 29 забитых, 30 пропущено. Вообще, очень ровно сыграли. 40 очков набрали. В серединке таблицы так и должно быть. При такой статистике. Да. Ну, на девятом месте, правда. Динамовцев как раз мы бы обошли с вами, да? Мы бы были на седьмом сейчас. Закончили, если бы выиграли. Сыграли бы в ничью, были бы на восьмом. Да, 1-0, 1-0, 0-1. Такие результаты в этой встрече. Зоны отбора мяча. Видите, у нас на своей половине отбираем мяч. По большей степени. Так, состав по итогам сезона, да? Сборная сезона. Витинью у нас все-таки вошел в сборную сезона. Хорош. И Зотов вошел. Причем почему-то правым полузащитником. Ну, лиги виднее. Хорошо. Так, достигнута сезона 2400GP мне дали. Нужно еще раз пересмотреть контракт с Зотовым. Другой клуб может попытаться заплатить компенсацию за переход и переманить его. Отличные новости. Мы решили предложить вам продление контракта. Ну, естественно. В число избранных попали игроки из нашей команды. Енисей. Все встречи в этом сезоне завершены. Сборная сезона. Так, ну, хорошо. Да, призовые за соревнования 600 тысяч. Не так много. Я думал, будет больше. Ну, ладно. 2 миллиона у нас 200 есть на зарплату. 2 миллиона 200. Ну, что ж. В следующей серии мы закончим этот сезон. И сразу начнем новый, ребят. Не забывайте про лайки и комментарии. Всем пока. Пока.